Привет, я Олеся Медведева, а это Ясно Понятно блог на канале Страна.юэй. Сегодня, 16 апреля, исполняется 4 года с момента убийства писателя Олеся Бузины. 4 года назад его застрелили у собственного подъезда. Это убийство можно смело называть политическим. Бузина активно выступал против войны на Донбассе, критиковал Порошенко и Яценюка. И на протяжении длительного времени полемизировал с националистами, подвергая сомнениям их трактовку истории Украины. Поступая в разных ток-шоу, он постоянно заявлял о необходимости налаживания диалога с жителями Донбасса, что вызывало просто волны ненависти у правящей верхушки. Видимо, этим и объясняется тот факт, что за 4 года при наличии обвиняемых приговора до сих пор нет. А заказчиков и организаторов преступления прокуратура даже не пытается искать. В деле их просто нет. Причина может быть в принадлежности исполнителей к ультраправой радикальной организации С-14, а заказчиков – представителям действующей власти. Несмотря на тяжесть преступления, оба фигуранта дела пребывают на свободе без какой-либо меры пресечения. Сама же С-14 известна тем, что работает на СБУ и обслуживает интересы банковой. Почему же не ищет заказчиков убийства и что указывает на причастность к нему властей? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Писатель, журналист, экс-шеф, редактор газеты сегодня был убит 16 апреля 2015 года, прямо возле подъезда своего дома. Его застрелили из нагана в то время, когда он совершил пробежку. По первоначальным данным, убийцами были двое людей в масках. Автомобиль с итальянскими номерами позже был найден брошенным. За несколько дней до этого его личные персональные данные появились на сайте Миротворец, и их опубликовал некий пользователь 404. А после убийства журналиста и писателя на сайте появилась отметка, «Агент 404 отличился, и ему за успешное выполнение боевого задания предоставлен краткосрочный отпуск». Позже данные на Бузину исчезли с сайта, но позже появился текст, что за писателем нет таких преступлений, за которые его можно было бы внести на Миротворец. Однако скриншоты не горят. То есть по этому эпизоду уже было видно, что дело не обошлось без вмешательства украинской власти. Миротворец никогда не скрывал, что открыто сотрудничает с СБУ и МВД. В его создателях числятся депутат от Народного фронта Антон Герасченко, а также замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. Сразу после убийства о трагедии высказался и президент Российской Федерации Владимир Путин. Его заявления сторонники украинской власти, конечно же, использовали как повод говорить о русском следе. Однако уже к лету следствие вышло на радикальных украинских националистов. Официальной его версией стал заказной характер убийства, связанный с профессиональной деятельностью Бузины. В следствии также было отмечено сходство с убийством экс-нардепа из партии регионов Калашникова, которого застрелили днем ранее. И Олег Калашников, и Олесь Бузина накануне заявляли, что им поступают угрозы. Но на это, конечно же, никто не отреагировал. Может, не выгодно было? Писателя похоронили на Берковецком кладбище, и попрощаться с ним пришли сотни и сотни украинцев. 18 июня 2015 года министр внутренних дел Аваков сообщил о раскрытии убийства и задержании трех человек. Одного из них отпустили из-за отсутствия доказательств. По слухам, это был главарь группировки С-14 Евгений Карась, который сам этого факта не подтверждал, но еще в 2015 году заявлял, что его хотят сделать подозреваемым по этому делу. Но о его возможной роли я расскажу немного позже. Двое других задержанных – это члены группировки С-14 Андрей Медведько и Денис Полищук, которые и сейчас являются единственными подозреваемыми. На первом этапе следствие велось довольно активно. Были проведены ДНК-экспертизы, которые подтвердили принадлежность Полищуку и Медведько биологических следов на вещах убийц. На участников преступления вышли через машину, которую использовали киллеры. Однако с конца 2015 года расследование притормозилось. В конце того же 2015 года и Полищука, и Медведько вообще отпустили на свободу. А само следствие было закончено лишь в июне 2017 года. В итоге только в 2018 году суд начал рассматривать убийство Бузины по сути спустя три года после преступления. Андрей Медведько был руководителем печерской организации ВО «Свобода», а также членом и одним из создателей группировки С-14. В конце 2014 года он непродолжительное время служил в зоне АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Денис Полищук также участвовал в войне на Донбассе. Оба подозреваемых свою вину отрицают. И Медведько, и Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Действия подозреваемых квалифицируют как умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц, а также незаконное хранение оружия. При этом в деле были указаны только предполагаемые исполнители убийства. Ни заказчики, ни организаторы преступления неизвестны следствию даже теоретически. Их упоминания в материалах вообще нет. В качестве мотива для убийства прокуроры указывают идеологическую неприязнь Полищука и Медведько к Олесю. Дескать, они пошли на дело по собственной инициативе. Ну да, конечно. Но мы-то с вами понимаем, что в такого рода националистических группировках вряд ли кто-то по своей инициативе может что-то делать. Но даже внутри самой следственной группы, как говорит источник страны, они сами не верят в том, что Медведько и Полищук могли пойти на такое по собственной инициативе. То есть кто-то непосредственно поставил задачу обоим убить писателя. По одной из версий им как раз и был главарь группировки С-14 Евгений Карась, который свою причастность к делу, конечно же, отрицает, но, как я говорила ранее, заявлял, что его пытаются привязать к делу. И если это действительно был Евгений Карась, то как раз он-то и принял заказ от неких лиц. Что это были за лица, на этот вопрос, конечно же, должно ответить в первую очередь следствие. Но с учетом того, что Евгений Карась неоднократно заявлял, что сотрудничает с СБУ, а в последнее время он зачастил засвечиваться в акциях в поддержку Порошенко, неудивительно, что следствие не хочет копать в сторону потенциальных заказчиков. Еще один важный момент. Накануне убийства Бузины за Медведько велось наружное наблюдение, которое установило их подготовку к некому мероприятию с участником бывших сотрудников правоохранительных органов. Однако отчеты по наружке за Медведько неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года. Именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились около дома Бузины. И по нашим источникам здесь есть два варианта, почему прекратили наружку за Медведько. Или же кто-то дал команду прекратить наблюдение, или же материалы потом были изъяты из дела. В обоих случаях это крайне подозрительная ситуация, которая указывает на то, что кто-то из силовых структур был в курсе, что готовилось к преступлению. Наш источник также указывал, что по его сведениям в поле наружки также попал действующий сотрудник Службы безопасности Украины. С ним также встречался Медведько накануне гибели Бузины, но видеозапись об этом рандеву тоже чудным образом испарилась. В любом случае, крайне удивительным является и сам факт, что за одним из подозреваемых накануне убийства велось наружное наблюдение. Но об этом никто официально в процессе расследования убийства не заявлял. Статья с этими данными, которые во многом переворачивают представление о подготовке убийства Олеся Бузины, была опубликована на сайте страны 22 июня 2017 года. А вечером того же дня в офис редакции ворвалась полиция, где задержала главного редактора нашего издания Игоря Гужву по сфабрикованному делу о вымогательстве. Несколько слов все-таки стоит сказать про суд, который рассматривает это дело, и про судей. Этим делом занимается Шевченковский суд города Киева. Коллегию судей возглавляет Евгений Сидоров, а один из боковых, так сказать, судей Олег Линник, в свое время отпустивший на свободу Юрия Крысина, убийцу журналиста Вячеслава Веремия. На суде постоянно происходили какие-то эксцессы. Все 14 приходили на процесс с фаерами. Группа поддержки Полищука и Медведька вступали в пререкание с матерью Олеся Бузины. Летом 2018 года мать Олеся Бузины написала письмо Дональду Трампу об убийстве ее сына и о том, что его предполагаемых убийц даже не арестовали. Также она подала иск в Европейский суд по правам человека и заявила, что будет бороться за честное имя своего сына до конца, в чем мы ее, конечно же, поддерживаем. 8 апреля этого года прокурор наконец-то приступил к оглашению обвинительного акта. Заслушав больше половины, суд объявил перерыв. Но в прокуратуре пообещали, что заседание будут проводить каждую неделю, что должно, по сути, ускорить процесс рассмотрения дела. Впрочем, очевидно, что перспективы этого дела, а также пояс заказчиков, скорее всего, связаны со сменой властью в стране, которая, вероятно, произойдет уже совсем скоро. Я считаю важным сказать, что писатель, журналист Олесь Бузина для очень многих людей был моральным авторитетом и человеком, который не боялся сказать свою позицию, несмотря ни на что. Для многих украинских журналистов, настоящих журналистов, он является символом свободы слова в Украине, которую нынешняя власть попирала последние пять лет. Но я уверена, что каждому воздастся по его заслугам, а настоящие убийцы и заказчики будут найдены, и за ними совсем скоро придут, и они очень долго будут сидеть в тюрьме. Но, к сожалению, Олеся Бузину уже не вернуть. Светлая ему память. На этом у меня все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна.юэй. Совсем скоро снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!